В администрации президента России поддержали автоназию бездомных собак в Бурятии. Напомню, нашумевший закон приняли депутаты Народного хурала в середине ноября. Животных разрешили усыплять в шести случаях, например, при агрессии или неизлечимой болезни. Однако с таким решением не смогли примириться зоозащитники. Они направили в Кремль десятки обращений. Ответ на одно из таких опубликовал в своем телеграм-канале депутат Думы Астраханской области Евгений Дунаев. В регионе последовали примеру Бурятии и разрешили автоназию бездомных собак. Согласно письму из Управления по работе с обращениями, закон в Бурятии приняли в соответствии с Конституцией России. Автоназия не попадает под статью Уголовного кодекса о жестоком обращении с животными. Убийство животных формально не запрещено. Человек ежедневно употребляет мясо домашнего скота. Смысл уголовно наказуемого деяния сводится, с одной стороны, к причинению животному боли и страданий, с другой, к получению удовольствия и наслаждения его страданиями человеком. Цель поступков человека в данном случае является обязательным элементом состава преступления. Также в письме подчеркнули, новый закон направлен на безопасность и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Напомню, сейчас в Бурятии продолжается судебный процесс по делу об автоназии. Зоозащитники пытаются добиться ее полной отмены. Один из ключевых аргументов – противоречие местного документа федеральному закону об ответственном обращении с животными. Умерщвление животных не является мероприятием по осуществлению деятельности по обращению животных, потому что умерщвление – это не обращение животных, это убийство животных. В 18 статье федерального закона приводятся мероприятия по осуществлению деятельности, то есть это отлов, содержание, возврат. И в данном случае дает возможность органу регионального законодательства добавить или как-то видоизменить вот те мероприятия, которые он сюда относит. В процессе участвуют активисты из зоозащитных организаций Бурятии и других регионов страны, а также московские юристы. Первое заседание в Верховном суде прошло 16 января и длилось 3,5 часа. Вторая встреча сторон состоится уже на следующей неделе. Наша телекомпания следит за темой.